Добрый день! Поговорим о приборе комбинированном PERS-3, о его новой упаковке, о том, что входит в комплект изделия, какие органы управления имеются на корпусе. Меня зовут Анастасия, а PERS-3 это три в одном. Инфракрасный осветитель, инфракрасный лазерный целеуказатель и лазерный целеуказатель в видимом диапазоне. В зависимости от цвета видимого LSU есть две модификации. Я сейчас в руках держу зеленый плюс, есть еще красный. В зависимости от цвета комплектация не меняется. С недавнего времени все персты 3 упакованы вот в такой металлический алюминиевый футляр. Выглядит очень брутально. И у пользователя, который впервые держит его в руках, помимо чувства восторга от такой лаконичной упаковки, может возникнуть вопрос, как его правильно открыть. Здесь сверху имеется рычажок. И если вы человек сильный, вы за него потянете, наверное, вы откроете. Но я не рекомендую так делать. Правильнее нажать вот здесь и потянуть. Тогда он очень легко открывается. Давайте посмотрим, что же внутри. В комплект прибора комбинированного Perse 3 входит паспорт изделия, он же инструкция по эксплуатации, рекомендуется к прочтению перед началом эксплуатации. Далее отвертка предназначена для юстировки осветителя. Я покажу, как это делается. Далее выносная кнопка. Также покажу, как она присоединяется. И, наконец, сам перст. Давайте для начала рассмотрим, какие органы управления имеются на корпусе. Для того, чтобы включить Perse 3, необходимо нажать на одну из кнопок. Либо сверху, либо сзади, либо на выносной кнопке. Я покажу, как ей пользоваться чуть позже. Они друг друга дублируют. Перед этим мы выбираем непосредственно режим. Вот тумблер выбора режимов. Сейчас он находится в нейтральной позиции. Выкол. Все, что выше этой позиции, инфракрасные режимы. Все, что ниже, видимое. Инфракрасный ЛЦУ, инфракрасный осветитель, инфракрасный ЛЦУ плюс инфракрасный осветитель. Буква Z расшифровывается как зеленый ЛЦУ. Если у вас перст 3 с красным ЛЦУ, тут будет буква K. Предположим, я хочу включить зеленый ЛЦУ, перевожу режим, нажимаю на кнопку. Прибор работает. Можно отрегулировать яркость всех режимов при помощи либо кнопок на корпусе, плюс-минус, либо при помощи выносной кнопки. После того, как эксплуатация изделия завершена, переводим тумблер в нейтральную позицию. Если необходимо заменить элемент питания, батарейный отсек находится здесь. Мы постоянно вносим улучшения в наши изделия. Такие улучшения коснулись перста 3-го. В частности, эти винты ранее выглядели иначе. Мы заменили их на более удобные для пальцев винты, чтобы их можно было выкрутить руками без использования дополнительного инструмента. Что хорошо, это винты не вылетайки, то есть не обязательно их выкручивать полностью. Они не потеряются, если вы заменили элемент питания не дома на столе, а где-нибудь в более экзотических условиях. В персте 3-м используется один элемент питания CR123. Рядом с отсеком для элементов питания находятся узлы юстировки лазерного целеуказателя. Как производить юстировку перста 3-го? Сначала мы юстируем видимый ЛЦУ по механике. Для этого откручиваем колпачки на узлах юстировки, тот, который я сейчас скручу, и второй сбоку. Далее берем либо отвертку, либо можно воспользоваться гранью самого колпачка. Перемещаем луч по вертикали, по горизонтали, совмещая с механикой. После этого отдельно юстировать инфракрасный ЛЦУ не надо, потому что он уже отюстирован автоматически. После того, как это закончено, можно заняться юстировкой осветителя. Здесь находится осветитель, на нем сейчас надет диффузор. Он нужен для того, чтобы рассеивать свет. То есть, когда я включаю инфракрасный осветитель с диффузором, освещена половина комнаты. Когда я его снимаю, получается более узкий телесный угол луча. Можно его, кстати, изменить, вращая линзу. Но вернемся к юстировке. В комплект входит отвертка. Юстировка производится здесь и здесь. Вот эти винты, которые более крупные, их выкручивать не надо. В инструкции это, кстати, прописано. В персте третьем очень много таких маленьких деталей, которые вроде бы мелочи, но сильно улучшают опыт эксплуатации. Например, у вас с собой нет этой отвертки. Здесь есть еще одна маленькая секретная отвертка для юстировки осветителя. Выкручиваем и используем. Всегда с собой. В нижней части перста третьего находится крепление на планку Пикатинни. В задней кнопка включения-выключения. Индикатор работы устройства. Он горит светлым красным цветом, если включен видимый режим, и светлым синим, если инфракрасный. Наконец, место, где присоединяется выносная кнопка. Закрыта защитной заглушкой. Если будете эксплуатировать без выносной кнопки, то обязательно закрывайте заглушку. Берем кнопку, находим на разъеме маленькую красную точку, соединяем ее с такой же маленькой красной точкой на устройстве. Кнопка подсоединена. На ней есть предохранитель от случайного включения, есть регулятор яркости и есть кнопка включения-выключения. Для того, чтобы отсоединить кнопку, тянем за кольцо, кнопка отсоединена. Когда дело касается приборов линейки Перст, интереснее всего посмотреть, как же они используются на практике. И такие видео у нас на канале есть. Я оставлю ссылку в описании к видео. Приобрести Перст 3 можно в нашем интернет-магазине zenitka.ru. У нас появилась доставка почты России и DPD. Так что переходите на zenitka.ru и заказывайте. Также можно купить у наших партнеров. Все официальные партнеры указаны также на сайте zenitka.ru в разделе «Партнеры». Если остались какие-то вопросы по Персту или по каким-то другим изделиям, которые мы выпускаем, обязательно пишите об этом. А мы с вами увидимся в новых видео. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...